ТАЙНЫ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ ЧАСТЬ 2 Добро пожаловать на нашу вторую встречу где мы с вами будем исследовать тему под общим названием ТАЙНЫ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. Я благодарен вам за то что вы пришли сегодня на это место. Сегодня у нас будет очень интересная тема которая называется «Начатки» или «Первые плоды». Эта тема очень тесно связана с Днем Пятидесятницы. Однако прежде чем мы с вами откроем Слово Божье нам нужно попросить Божьего водительства и поэтому я приглашаю вас склонить ваши головы для молитвы. Отец Небесный, мы предстали перед твоим престолом осознавая наше невежество, недостаток мудрости и поэтому мы нуждаемся в своей мудрости в мудрости свыше, потому что ты знаешь все и поэтому мы просим что бы твой Святой Дух пребывал с нами по мере того как мы будем исследовать эту тему о начатках или первых плодах. Что бы Он открыл наши сердца, что бы мы смогли принять то что ты желаешь открыть нам сегодня. И мы благодарны тебе за то что ты слышишь нас. Потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. Это был первый день недели. Воскресный день. Когда Иисус с триумфом вошел в Иерусалим. И как только Иисус вошел в Иерусалим группа эллинов или греков подошла к апостолу Филиппу с надеждой что Филипп используя свое влияние поможет им встретиться с Иисусом. Я хочу прочитать сейчас о том как это происходило. Об этом написано в Евангелии от Иоанна в 12-й главе стихи с 12-го по 22-й. Здесь сказано «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу который был из Вифсаиды Галилейской и просили его говоря «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус дал интересный ответ на эту просьбу и могло показаться что ответ Христа никак не был связан с той просьбой с которой к Нему обратились эллины. Давайте прочтем этот ответ который дал тогда Иисус и который записан в Евангелии от Иоанна в 12-й главе стихи 23-м и 24-м. Иисус же сказал им в ответ «Пришел час, прославится Сыну Человеческому». Истинно! Истинно! Говорю вам! Если пшеничное зерно пав в землю не умрет то останется одно, а если умрет то принесет много плода. Могло показаться что ответ Иисуса никак не был связан с тем вопросом который задали Ему тогда Эллины. Почему Иисус ответил им именно таким вот образом? Позвольте я вам объясню причину. Эллины желали встретиться и поговорить с Иисусом потому что они хотели пригласить Христа отправиться в Грецию для того что бы Он мог там совершить те же дела исцеления которые Он совершил в израильском народе. Они хотели пригласить Иисуса что бы Он поехал к ним в их страну. Отвечая этим людям Иисус хотел дать им понять что на тот момент времени у Него не было планов посетить Грецию. Потому как в тот момент Он имел твердое намерение и идти в Иерусалим. Иисус знал что Он должен умереть в этом городе. Он осознавал что если Он не умрет то всякие дела исцеления у Эллинов будут совершенно бесполезны. Говоря Эллином о пшеничном зерне Иисус под этим зерном подразумевал самого себя. И точно так же как пшеничное зерно падает в землю и умирает и затем прорастая снова возвращается к жизни точно так же Иисус должен был умереть. Его тело должно было быть положено в гробнице и затем Он должен был образно говоря прорасти то есть воскреснуть. И как результат воскресения Иисуса Эллины язычники должны были принести много плода и поэтому Иисус сказал если я подобно зерну не упаду в землю и не умру и не прорасту когда воскресну в таком случае я останусь как остается одно маленькое зернышко. Но если я упаду в землю и умру тогда я воскресну. Тогда будет много плодов будет много обращенных людей. Чтобы вам была понятна наша сегодняшняя тема вам нужно познакомиться с весенними праздниками которые были в еврейском календаре. В Израиле в еврейском календаре было четыре праздника празднование которых проходило именно весной. Я немного расскажу вам об этих праздниках для того чтобы вам было легче понять нашу сегодняшнюю тему. Первый праздник был праздник Пасхи. И в дни из земной жизни Христа праздник Пасхи выпал в шестой день недели. То есть на пятницу. На 14-й день месяца Ниссана. На Пасху заколали Агнца и это символизировало смерть Христа именно в этот день. После этого праздновался следующий праздник который назывался праздник опресноков. Этот праздник опресноков во дни Христа выпал на субботу. То есть на следующий день после Пасхи. Праздник опресноков праздновался в пятнадцатый день месяца Ниссана. И в этот день народ израильский ел опресноки, потому что опресноки символизировали тело Христа который не согрешил. Именно поэтому опресноки готовились без закваски. И после этого наступало время для третьего праздника. Это был праздник который назывался праздник первых плодов. Исполнение этого праздника произошло в первый день недели утром. И это был шестнадцатый день месяца Ниссана. Во времена Ветхого Завета в символическом служении священники брали сноб и трясли его во святилище пред Господом. Это исполнилось тот момент когда Иисус вознесся на небо и предстал там перед своим отцом в то утро когда Он воскрес. Все эти вопросы мы с вами чуть позже разберем более детально. Сейчас же я хочу чтобы вы увидели полную картину. И после того как этот сноб потрясали перед Господом с этого момента проходило 50 дней и наступал еще один праздник праздник Пятидесятницы. В этот день на церковь был излит Святой Дух. И в прообразном служении которое было у израильского народа в то время приносились два хлеба сделанные из дрожжевого теста. Этот хлеб символизировал первые плоды для Господа. Эти символы исполнились в тот момент когда Иисус вознесся на небо. Там Он представил перед Отцом тех которые воскресли вместе с Ним. И там же Он представил первые плоды Своих заслуг. То есть тех людей которые были обращены во время праздника Пятидесятницы. И которые символизировали два этих хлеба с закваской которые представлялись пред Господом как первые плоды во дни Пятидесятницы. Теперь давайте рассмотрим эти три праздника. Потому как это очень и очень важно для понимания того что мы с вами будем исследовать сегодня. И так праздник Пасхи 14-е Нисана. Во дни Христа это была пятница. 15-го Нисана праздника пресноков. Этот праздник пришелся на субботу во дни Христа. И праздник первых плодов 16-го Нисана выпадал на первый день недели. То есть в воскресник дню. И на 50-й день после этого был праздник Пятидесятницы. В этот день во время праздника Пятидесятницы приносились 2 хлеба которые символизировали первые плоды для Господа. А сейчас давайте рассмотрим церемонию которая происходила во время принесения первых плодов. Эта церемония проходила во время третьего праздника в еврейском ежегодном служении. Мы с вами будем говорить не о Пасхе и не о празднике опресноков а о празднике во во время которого приносились два хлеба, сделанных из муки вместе с закваской. Книга Левит, 43-я глава, стихи с 9-го по 12-й, описывает то, каким образом израильский народ праздновал все эти церемонии. Итак, давайте прочтем это место. Из 23-й главы книги Левит, здесь сказано. «И сказал Господь Моисею, говоря, «объявися нам Израилевым, и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву...» Обратите внимание, мы здесь встречаемся с одним элементом. То есть, принесите первый сноб жатвы вашей к священнику. Он, то есть священник, вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Конец цитаты. Итак, мы с вами прочитали этот отрывок, а теперь давайте разберемся с некоторыми деталями, которые мы встречаем в этом отрывке. В первую очередь, нам нужно понять, как праздновался этот праздник первых плодов. Это достаточно просто понять, сейчас я вам это объясню. Каждая израильская семья на своем поле должна была срезать первые плоды урожая и очменя. Затем они должны были взять несколько колоссиев, соединить их вместе, сформировав таким образом сноб. Затем, каждая семья должна была принести свой сноб во святилище и отдать его священнику. И затем священник подходил ко входу во святилище и потрясал этим снобом первых плодов пред Господом. И считалось, что Бог таким образом принимал эти первые плоды после того, как священник потрясал этот сноб. Вот таким образом происходила эта церемония в израильском народе. А сейчас еще один вопрос. Когда происходила вся эта церемония? Как мы уже с вами читали, она происходила в день после субботы. Даже в среде иудейских богословов существует полемика по вопросу, о какой субботе здесь идет речь. Потому как церемония, в которой в субботу приносились опресники, эта церемония происходила перед принесением первых плодов. И возможно здесь имеется в виду седьмой день недели, то есть суббота, который был перед тем днем, когда сноб потрясался пред Господом. Итак, вопрос, который является здесь важным. Приносился ли этот сноб после церемониальной субботы или же после субботы, которая была седьмым днем недели? Из текста мы не можем понять, о какой субботе здесь идет речь. В тексте просто сказано. На другой день праздника вознесет его священник. В английском переводе сказано, что это происходило в день после субботы. Нам нужно с вами определить, идет ли здесь речь о церемониальной субботе, в которой приносился пресный хлеб, или же здесь речь идет о субботе, седьмом дне недели. Мы чуть позже еще раз вернемся к этому вопросу. Сейчас я просто хочу, чтобы вы запомнили, что все это происходило после субботы. Сейчас нам необходимо задать один вопрос. В какое время этого дня приносились эти первые плоды пред Господом? Важно понять, что каждая часть этой церемонии выполнялась в определенное время. Иначе говоря, важно было праздновать каждый праздник не только в определенный день, но важно также было и время этого дня, в которое выполнялась определенная церемония. Мы с вами знаем, что праздник Пятидесятницы проходил точно на 50-й день после того, как приносились первые плоды пред Господом. Это важно понимать. Праздник Пятидесятницы, который был четвертым праздником в Иудейском году, который праздновался точно через 50 дней после того, как первые плоды приносились пред Господом. Мы с вами знаем, на какой день пришелся в тот год праздник Пятидесятницы. Послушайте то, о чем говорится в книге Деяния апостолов во второй главе в первом стихе. Мы с вами будем исследовать этот вопрос в обратном порядке. Мы начнем наше исследование с праздника Пятидесятницы в обратном порядке и определим время, когда сноб потрясали пред Господом. В английском переводе здесь сказано, при полном наступлении дня Пятидесятницы, то есть исполнилось время, и наступил этот день Пятидесятницы. Итак, здесь сказано, при наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. Вопрос следующий. Когда пришел тот момент, когда уже полностью наступил день Пятидесятницы? Когда точно прошло 50 дней с момента потрясания снопом и до дня Пятидесятницы? Нам не будет сложно найти ответ на этот вопрос. В этой же второй главе Деяния апостолов и в 15-м стихе нам сказано, в каком часу Святой Дух был излит на учеников в день Пятидесятницы. В этом стихе говорится. Вы, наверное, помните, что тогда были некоторые люди, которые там говорили, что те, которые говорят на разных языках, они просто пьяны. Помните это? И тогда Петр сказал, нет, вы ошибаетесь. Заметьте, как Петр тогда объяснил им это. Книга Деяния апостолов, глава 2, стих 15-й. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. А что означало, с точки зрения Библии, это выражение, третий час дня. Третий час дня это девять часов утра, согласно нашего понимания времени. Шестой час это полдень. Девятый час, когда Иисус умер, это был третий час по полудню. Итак, иначе говоря, Пятидесятница наступила точно в тот момент, когда был девятый час утра. А сейчас послушайте внимательно. И первые плоды были принесены пред Господом точно на 50-й день до этого. Итак, какое время этот сноб потрясали пред Господом? Это происходило в девять часов утра. Это очень важная деталь, которую нам необходимо понять. А сейчас мы должны с вами понять, что праздник первых плодов исполнился в жизни Иисуса Христа. Иисус исполнил то, что произошло в праздник Пасхи. Он стал этим пасхальным магнцем. Иисус исполнил также то, что говорилось о празднике опресноков, потому как Он не согрешил, поэтому Его тело не имело закваски греха, и поэтому Его тело не увидело тления. Иисус в своей жизни исполнил церемониальное постановление о первых плодах. И вопрос к вам. Когда именно Иисус исполнил это церемониальное постановление о первых плодах? Мы с вами уже прочли о том, что после субботы приносили первые плоды пред Господа. Или суббота четвертой заповеди. В данном случае это не имеет никакого значения. Потому как мы знаем о том, что когда Иисус был на этой земле, церемониальная суббота, в которой приносили опресноки, и суббота четвертой заповеди совпали и выпали на один и тот же день. Помните, как написано? Та суббота была день великий. Потому как день после Пасхи был днем опресноков. Это была суббота, и мы с вами знаем, что Иисус в этот день субботний покоился в гробнице. А на следующий день был день, когда приносили сноп потрясения. Итак, мы знаем, что Иисус представил этот сноп потрясения в день после субботы и опресноков. И это был тот же день, который наступил после субботы седьмого дня недели. Иначе говоря, Иисус праздновал постановление о снопе потрясения в день, когда Он воскрес. В какое время дня это произошло? Мы с вами уже говорили о том, что это событие произошло утром около девятого часа. Давайте немного уделим внимание той встрече, которая произошла, когда Мария Магдалина встретила Иисуса в саду в то утро, когда Он воскрес. И для этого мы прочтем 20-ю главу Евангелия Теана и стих 17-й. Я прочту этот стих из нового перевода короля Иакова. Как вы помните, в тот момент, когда Иисус заговорил с Марией в этом саду, Мария тут же узнала Его голос и находясь под влиянием нахлынувших на нее тогда чувств, она хотела притронуться к Иисусу. Иисус говорит ей, не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им, восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему. Итак, заметьте то, что сказал тогда Иисус, не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему. И затем Иисус сказал, я восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему и Богу Вашему. Я должен вам сказать, что большинство переводов Библии содержит выражение, которое звучит, не прикасайся ко Мне. Но на самом деле там стоит слово, которое означает, не удерживай Меня. Версия короля Иакова говорит, не прикасайся ко Мне. Но большинство современных переводов говорит, не удерживай Меня. То есть все эти современные переводы, как бы говорят о том, что Иисус не запретил Марии прикасаться к Нему. Но Он запретил Марии задерживать Его. Слово, которое здесь используется, к примеру, новая интернациональная версия, содержит 35 или 36 мест, где употребляется это слово в Новом Завете. И в этой версии перевода NIV это слово переводится как прикасаться. Это единственное место, где версия перевода NIV переводит это слово как ухватиться за. Но вы можете сказать, что перевести это слово как ухватиться, это неверный перевод. Хорошо, давайте рассмотрим подробнее это место. Приведите мне, пожалуйста, пример из Нового Завета, того, как это слово используется в версии NIV. И переводится как прикасаться, но не как ухватиться. Помните, как Иисус однажды прикоснулся к прокаженному? Мы можем прочесть об этом у Матфея 8 главе и в 3 стихе. Очевидно то, что Иисус не ухватился за прокаженного. Есть также один эпизод, когда женщина прикоснулась к одежде Христа. Разве можно сказать, что она ухватилась за Его одежду? И также в переводе NIV это слово используется, когда говорится о множестве народа, которые хотели прикоснуться к Иисусу. Это же слово используется в том случае, когда говорится о родителях, которые приводили своих детей, чтобы Иисус к ним прикоснулся. И конечно же это же слово используется в Евангелии от Луки 18 главе и в 15 стихе. Это же слово используется в том случае, когда Иисус прикоснулся к глазам слепого человека. очевидно что это слово здесь никак не может быть переведено что Иисус ухватился за глаза слепого и так в 35 или 36 таких местах во всех этих случаях это слово переводится как прикоснуться и только в Евангелии от Иоанна в 20 главе 17 стихе это слово переводится ухватиться я обратился к словарям которые дают определение греческим словам я исследовал греческое слово хапту которые используются в этом месте хотя в большинстве мест новом завете это слово переведено как прикасаться словарь говорит что значение этого слова прикрепиться к чему-то придерживаться чего-то или ухватиться за кого-то вот какое определение словарь дает этому греческому слову и вопрос следующий сказал бы Иисус Иисус Марии не удерживай меня потому что я еще не восходил к отцу моему если бы он планировал вознестись к своему отцу через 40 дней вы понимаете что я имею ввиду Мария ухватившись за Христа в саду в течение нескольких минут точно не смогла бы удержать его от того чтобы он вознесся к своему отцу через 40 дней и так почему же тогда Иисус сказал Марии не удерживай меня ибо я еще не вошел к отцу моему была серьезная причина для этого одно дело просто прикоснуться и совсем другое дело удерживать Иисус говорит не удерживай меня ибо я еще не вошел к отцу моему еще одна интересная деталь которую мы здесь находим это время в котором стоит здесь глагол вошел помните что дальше здесь Иисус говорит восхожу к отцу моему и отцу вашему заметьте он не говорит здесь я взойду в будущем к отцу моему и отцу вашему я взойду к отцу моему и отцу вашему в будущем но он сказал я восхожу к ацу моему и отцу вашему но здесь глагол стоит первом лице и в такой форме которая говорит что именно сейчас Иисус собирается вознестись к своему ацу то есть глагол стоит в настоящем времени. Как мы обычно в жизни говорим «я сейчас восхожу» и фактически в английской стандартной версии перевода этот стих переводится «я возношусь» перевод NAV переводит этот стих так «я возвращаюсь к моему Отцу» и версия перевода NASV переводит этот стих так «я поднимаюсь» и так что Иисус имел ввиду говоря эти слова Марии? Говоря это Иисус хотел сказать «не удерживай меня, не задерживай меня сейчас, потому что я должен прямо сейчас вознестись к моему Отцу.» Вы видите? Точно в 9 часов утра, в это утро воскресения, в это же время земной священник в земном святилище должен был потрясать снопом пред Господом исполняя таким образом этот обряд потрясания снопом. И в это же самое время в исполнении того о чем говорил этот обряд потрясания снопом, Иисус должен был быть на небе у входа в небесное святилище представляя первые плоды перед Своим Отцом. И Мария ухватившись за Него и удерживая Его могла помешать тому что бы это событие произошло в нужное время. И поэтому Иисус сказал «не удерживай меня, я возношусь к моему Отцу.» В книге «Великая борьба» на странице 399 идет речь о праздниках. Эллен Уайт пишет «Эти прообразы исполнились не только по существу как события, но и во времени.» То есть Иисус исполнил не только само событие, но и временные точки когда это событие происходило во время праздника. Слава Господу за то что Эллен Уайт описывает этот момент вознесения Христа на небо в утро воскресения для того что бы представить себя как начаток или как первый плод. Я хочу сейчас прочитать из книги раннее произведение со страницы 187 и 188. Послушайте то что она здесь пишет. Страницы 187 и 188. Иисус обратился к ней своим небесным голосом сказав «Мария.» Ей были знакомы интонации этого дорогого голоса и она быстро откликнулась «Учитель!» Охваченная радостью она хотела обнять Его. Видите она хотела не просто прикоснуться но обнять Его. Но Иисус сказал «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу Моему. А иди к братьям Моим и скажи им «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему, и к Богу Моему, и к Богу Вашему.» Мария поспешила к ученикам с этой радостной вестью. А теперь послушайте вот это. Иисус же быстро вознесся к Своему Отцу. И здесь представлены две причины почему Он вознесся. Послушайте каковы были эти причины. Иисус же быстро вознесся к Своему Отцу. Причина первая. Чтобы услышать из Его уст, что жертва Его принята. Помните причина почему сотрясали этим снопом? Чтобы он был принят Господом. Этот сноп как раз и символизировал Иисуса. Итак, первая причина, чтобы услышать из уст самого Отца, что жертва Его принята. И здесь же есть вторая причина и получить всякую власть на небе и на земле. И так Иисус вознесся по двум причинам. Убедиться что Его жертва принята Отцом. И вторая причина чтобы Его Отец дал Ему всякую власть. И так Иисус вознесся в это утро воскресенья для того чтобы получить всякую власть от Своего Отца. А сейчас обратите внимание на то что написано в Евангелии от Матфея 28 главе 18 стихе. Это достаточно интересно. Описанные здесь события происходили на горе Илеонской прямо перед вознесением Христа. И так Евангелие от Матфея 28 глава стих 19. Здесь говорится о вознесении Иисуса на небо спустя сорок дней после Его воскресения. Заметьте то что Иисус сказал Своим ученикам прямо перед тем как Он их оставил. Он им сказал мне была дана всякая власть на небе и на земле. Английский перевод этого стиха. Позвольте задать вам один вопрос. Прежде чем Иисус вознесся на небо получил ли Он всякую власть от Своего Отца? Да получил. Именно об этом Он здесь и говорит. Сейчас Он еще не вознесся на небо. Здесь Он еще находится на земле. И Он уже говорит своим ученикам. Мне была дана всякая власть на небе на земле. Не когда-то в будущем будет дана, когда я прибуду на небо, но уже была дана мне эта власть. Но тогда вопрос к вам. Когда же Отец дал Иисусу эту власть? Мы только что с вами читали ответ из трудов Духа Пророчества. Эта власть была дана Ему в то утро когда Он воскрес. Вы с этим согласны? А теперь давайте окончим чтение этой цитаты Эллен Уайт. И кстати этот глагол «Мне была дана всякая власть» стоит в пассивной форме. На греческом эта форма употребляется только в прошедшем времени. То есть не может быть сомнений в том, что Иисус здесь не говорит «Я только что получил эту власть от Моего Отца прежде чем Он вознесся на небо». Потому что Он получил эту власть еще при первом вознесении на небо. А теперь давайте окончим чтение этого утверждения Эллен Уайт в этой цитате говорится. «Ангелы подобно облаку окружили Сына Божьего и повелели вечным вратам подняться, чтобы вошел царь славы. Я видела что находясь с этим сияющим небесным воинством в присутствии Божьем, окруженный Его славой, послушайте сейчас внимательно, Он не забыл о Своих учениках на земле, но принял силу от Отца Своего, дабы вернуться и наделить их этой силой». Но возможно вы скажете «Да, но Иисус не дал им власть до Дня Пятидесятницы». Но это не так, друзья. Помните, когда Иисус явился ученикам, Он дунул на них и сказал им «примите Духа Святого». Это происходило перед Днем Пятидесятницы. И поэтому ученики получили власть и силу от Христа еще до Дня Пятидесятницы. И так еще раз давайте мы вернемся к этой цитате Эллен Уайт. Здесь она дальше пишет «Он не забыл о Своих учениках на земле, но принял силу от Отца Своего». Здесь речь идет о том утре когда Он воскрес, дабы вернуться и наделить их этой силой. И затем она пишет «В тот же день Он сошел на землю и явился Своим ученикам. Тогда Иисус позволил им прикоснуться к Себе, ибо уже взошел к Отцу Своему и принял власть». Этот вопрос вам ясен? Это удивительно насколько произведение Уайт гармонирует с тем о чем говорит Писание. Я хочу прочитать объяснение Эллен Уайт о том как происходила церемония снопа потрясения и что эта церемония означала представление Иисуса ухода в небесное святилище, ухода в небесную скинию как первого плода. Эта церемония имела особое значение. Давайте прочтем цитату из книги «Желание веков» со страницей 785 и 786. Послушайте это. «Христос воскрес из мертвых как первенец среди тех, кто покоился во прахе. Он является реальностью, которую символизировал сноп потрясения. Вы слышите? Он является реальностью или антитипом, которого символизировал этот сноп потрясения. И Его воскресение произошло в тот самый день, когда сноп потрясали пред Господом. Эта церемония совершалась на протяжении более тысячи лет. Созревающих полей собирали первые колосья поспевшей пшеницы. И когда люди отправлялись в Иерусалим на Пасху, то потрясали первым снопом знак благодарственного приношения Господу. До тех пор пока этот обряд не был совершен, нельзя было жать пшеницу и собирать ее в снопы. Сноп, приносимый Богу, символизировал жатву. Так и Христос, будучи первым плодом представлял великую духовную жатву, которая будет собрана для Царства Божьего. Иначе говоря, когда Иисус предстал перед Своим Отцом, Он в этот момент был маленьким образцом тех, кто в будущем воскреснет из мертвых. Однажды воскреснут все те, которые умерли. Все те, которые умерли в Иисусе Христе. Иначе говоря, в тот момент, когда Иисус предстал перед Своим Отцом, как сноп потрясения, как начаток, этим самым Он подтвердил то, что однажды будет много таких, которые воскреснут из мертвых, много поздних плодов. Тогда будет обильный урожай тех, которые умерли во Христе. То, что писал апостол Павел, полностью согласуется с тем, что писала Эллен Уайт. Давайте прочтем первое послание к Коринфянам. Глава 15 и стих 20. 1 Коринфянам 15 и стих 20. Здесь апостол Павел подтверждает тот факт, что Иисус исполнил то, что было написано в обрядовом законе о первых плодах, то есть о начатке. И вот что Павел здесь пишет «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.» Итак, является ли Христос первенцем из мертвых, согласно тому, что пишет здесь апостол Павел? Связано ли воскресение Христа с первыми плодами? Да, безусловно. Но есть еще одна интересная деталь. Эллен Уайт пишет о том, что Иисус представил Себя как первый плод, как начаток, и он является маленьким примером великой жатвы народа Божьего в конце времени. Те кто умерли во Христе. А теперь послушайте то что написано в первом послании к Коринфянам в 15-й главе стихи 22-23. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Итак вы видите Христос это первенец, это первый плод, и затем остальные когда воскреснут в пришествии Христа. Вы видите Эллен Уайт писала в полном соответствии с тем что писал апостол Павел. О том что церемония принесения первых плодов исполнилась во Христе и это символизирует великую жатву остальных плодов которые воскреснут во второе пришествие Иисуса Христа. Я хочу чтобы вы обратили внимание на то что первые плоды приносились также в день Пятидесятницы, которая праздновалась на 50-й день после того как приносился первый сноб в то утро когда воскрес Христос. На 50-й день после этого в день Пятидесятницы также приносились первые плоды пред Господом. Было всего два праздника на которых приносились первые плоды. Итак давайте рассмотрим те пророчества которые мы находим в Ветхом Завете о тех первых плодах которые приносились пред Господом в день Пятидесятницы. Повествование об этом мы находим в 23-й главе книги Левит и стихи с 15-го по 18-й. Левит 23-я глава, стихи с 15-го по 18-й. Здесь говорится следующее. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, здесь речь идет о церемонии принесения первых плодов, которая происходила на следующий день после праздника. От того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней. Итак, после сноп потрясения 50 дней. Должно было пройти 50 дней. И затем здесь в продолжении в 16-м стихе сказано «И тогда принесите новое хлебное приношение Господу от жилищ ваших, принесите два хлебовозношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые». Итак, два хлеба должны быть испечены кислые. И затем здесь сказано «как первый плод Господу». То есть эти два хлеба назывались первыми плодами для Господа. И в этих хлебах уже должна была быть закваска. Это интересно. Потому как на Пасху хлеб должен был быть без закваски, без дрожжей. Но на день Пятидесятницы должны были приносить два дрожжевых хлеба. Итак, что же это все могло означать? Хорошо, давайте сейчас откроем Евангелие от Матфея 13-ю главу и стих 33-й. Здесь находится притча о закваске, которую однажды рассказал Иисус. Евангелие от Матфея 13-я глава, стих 33-й. Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы в этой церемонии имеем дело с двумя символами. Здесь говорится о двух хлебах, которые представляли пред Господом. Первый символ это хлеб, и второй символ это закваска. Два символа. И сейчас нам с вами будет необходимо определить, что означают эти два символа. «Иную притчу сказал Он им. Царство Небесное подобно чему? Закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки». Для чего? Для того что бы сделать хлеб, верно? Итак, женщина взяв закваску, положила в три меры муки, доколе что? Доколе не вскисло все. Итак, есть тесто, и рядом с этим тестом есть еще что? Там есть закваска. И читая это в нашу голову сразу же приходит мысль о том, что в Библии закваска символизирует грех. И как эти хлебы предложения можно представить пред Господом, когда в них есть закваска? Вы представляете пред Богом нечто греховное. Истина состоит в том, что на Пасху хлеб не должен был содержать закваску. Но на праздник Пятидесятницы это не было так. Давайте немного разберемся с вопросом о хлебе который использовался на Пасху. И для этого мы откроем с вами первое послание к Коринфянам 5 главу стихи с 6 по 8. Мы пойдем в обратном порядке. Мы разберем сейчас то какой хлеб использовался во время Пасхи, а потом мы поговорим о Пятидесятнице. Потому что я хочу что бы вы ясно увидели почему в праздник Пасхи хлеб должен был быть без закваски. А в Пятидесятницу были два хлеба сделанные с закваской. Послушайте то что написано в первом послании Коринфянам 5 главе стихи с 6 по 8. Нечем вам хвалиться? Разве не знаете что малая закваска квасит все тесто? Разумеется тесто здесь символизирует церковь Коринфи. И как тесто содержало закваску, а тесто символизирует церковь. Поэтому дальше Павел и пишет «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом.» Обратите внимание, что бы вам быть новым тестом. Так как вы, вот здесь опять Павел подчеркивает эту же мысль. Вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. И в восьмом стихе сказано. Посему станем праздновать, здесь речь идет о празднике Пасхи и о пресном хлебе, не со старую закваскою, не закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. И так о чем здесь Павел пишет в церкви Коринфе? Он им пишет «Вы тесто, и в вашей среде не должно быть никакой закваски. То есть вы не должны позволять чтобы в вашей среде находилась закваска лукавства. Нельзя эту закваску привносить в церковь». Но вы можете сказать «Ну хорошо, если закваска не должна находиться в тесте, которое символизирует церковь, но как в таком случае в день Пятьдесятницы приносились пред Господом хлебы предложения, в которых была закваска. Означает ли это, что церковь должна быть представлена пред Господом исполненная греха? Ответ на этот вопрос нет ни в коем случае. Понимаете, каждый символ нужно расшифровывать в том контексте, в котором он находится. Давайте к примеру возьмем еще один символ. Лев. Кого лев символизирует в Писании? Может ли лев символизировать Христа? Да. Может ли лев символизировать дьявола? Да, конечно. Написано что дьявол ходит как рыкающий лев. Может ли лев символизировать Вавилон? Разве во всех этих случаях лев символизирует одно и то же? Нет, конечно. Вы должны принять во внимание контекст. Точно так же во время праздника Пасхи закваска в хлебе символизирует грех. Означает ли это, что в Пятидесятницу закваска символизирует то же самое? Нет. Вы видите, закваска в двух хлебах во время Пятидесятницы символизирует что-то совершенно противоположное. То есть нам необходимо учитывать контекст. Вы согласны с этим? А сейчас я хочу прочитать вам одну интересную цитату из трудов Уайт. В этой цитате говорится о том что два этих кусочка теста из которых были испечены эти хлеба они символизируют церковь. И закваска здесь представляет не грех, но Святой Дух, который находится внутри церкви. И так закваска или дрожжи могут символизировать как грех, так и влияние Святого Духа который был излит на церковь в день Пятидесятницы. Позвольте я прочту это важное утверждение с трудов Духа Пророчества. Эта цитата находится в книге Наглядные уроки Христа на странице 96 и 97. Но в притче Спасителя о которой идет речь символ закваски используется для того что бы представить Царство Небесное. Здесь она обозначает ускоряющую и наступающую силу Божьей благодати. Никто не может стать настолько порочным пасть так низко что бы эта сила не могла произвести в нем свою очистительную работу. В каждом кто отдаст себя кому? А вы видите? Святому Духу. Что? Точно так же как в тесто добавляется закваска. Новый принцип жизни будет утвержден и в человечестве будет восстановлен утраченный образ Божий. Но человек не в состоянии преобразовать себя сам. Упражняя свою волю. Он не располагает силой которая могла бы произвести подобную перемену. Приготовляемую пищу прежде чем в ней смогут произойти желаемые изменения должна быть положена закваска. Нечто извне. Подобно этому грешник прежде чем он сможет стать пригодным для царства славы должен принять Божью благодать. Никакая человеческая культура и никакое образование получаемое в мире не смогут превратить падшее дитя греха в дитя неба. Обновляющая энергия должна исходить от Бога. Желанная перемена может быть осуществлена лишь Святым Духом. Всякий стремящийся к спасению, будь он из высшего или из низшего класса, богатый или бедный, должен подвергнуться действию именно этой силы. И потому в день Пятидесятницы эти хлеба символизировали церковь. И закваска в этом хлебе символизирует влияние Святого Духа. Потому что Святой Дух был излит на церковь именно в день Пятидесятницы. Но возможно вы скажете «Пастор Бор, почему Библия говорит о двух хлебах с закваской? Разве у Бога не одна церковь? Почему же здесь сказано о двух хлебах? Почему в Пятидесятницу были представлены два хлеба?» Причина состоит в том, что в день Пятидесятницы мы встречаемся с двумя группами первых плодов. И сейчас мы с вами рассмотрим первую группу первых плодов, которые приносились пред Господом в день Пятидесятницы. И Евангелие от Матфея глава 27 стихи с 51 и до 53 стиха. И Евангелие от Матфея глава 27 стихи с 51 и до 53 стиха. Мы сейчас рассмотрим вопрос «Почему было именно два хлеба?» Причина не в том, что в день Пятидесятницы было две церкви, в которых был Святой Дух. Нет. Было две группы, которые были первыми плодами. И Евангелие от Матфея глава 27 стихи с 51 и до 53 стиха. Здесь говорится о том моменте времени, когда Иисус умер. «И вот завеса в храме разодралась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли». И теперь послушайте следующее. «И, выйдя из гробов, по воскресенье его, вошли во Святой Град и явились многим». И так здесь говорится о группе людей, которые были воскрешены вместе с Иисусом Христом. А что произошло дальше с этими людьми? Библия прямо не говорит об этом. Хотя мы можем узнать некоторые подробности из того что пишет апостол Павел. Павел отвечает на эти вопросы кем были эти люди. В трудах Духа Пророчества достаточно ясно объясняется кто были эти люди и что в конечном итоге с ними произошло. Послушайте то что написано в книге «Желание веков» на странице 829. Здесь описывается момент когда Иисус вознесся на небо. Наступило время Христу вознестись к престолу Своего Отца. Божественный Победитель. Так как Христос был на поле боя. Верно? Помните о чем мы говорили на нашей первой встрече? Тема возвращения героя войны. Иисус участвовал в битве с дьяволом и Он вернулся победителем в небесные дворы. И так здесь сказано «Божественный Победитель Он был готов вернуться» с чем? С трофеями в небесные обители. Его трофеями были те которые воскресли вместе с ним. В книге «Желание веков» на странице 786 Эллен Уайт объясняет кто были эти люди. Конечно же не по имени, но по категориям. Давайте прочтем это место с 786 страницы книга «Желание веков». Это были соработники Божьи, которые отдали жизнь за свидетельство об истине. Теперь они стали свидетелями того кто воскресил их из мертвых. То есть те которые претерпели в свое время гонения от дьявола и умерли, сейчас Иисус воскресил их и забирает их от их врага. Какая чудесная мысль для тех кто во время преследований находился во власти дьявола, который убил их, но теперь эти люди воскресли вместе с Иисусом Христом. Но какова была весть которую нес в себе этот сноп потрясения в день Пятидесятницы? В книге «Желание веков» на странице 833 и 834 мы находим повествование о том что когда Иисус вознесся на небо Он вознесся с теми которые воскресли вместе с Ним. Это была небольшая группа такой маленький образец первых плодов или начатков великого урожая который произойдет когда будут воскрешены многие из мертвых во время Второго пришествия Христа. Послушайте как Эллен Уайт описывает это в книге «Желание веков» на страницах 833 и 834. Это был тот момент когда Иисус вознесся на небо под возгласы приветствующих Его там ангелов. Иисус дает им знак. И заметьте что здесь дальше происходит. Но Он делает им знак и еще не время. Он не может сейчас принять венец славы и царственные одежды. Он предстает перед лицом своего Отца. Он показывает свою израненную голову. Пронзенный бок. Изувеченные стопы. Поднимает руки на которых видны следы от гвоздей. Это знаки Его победы. И Он представляет Богу сноб потрясения. Тех кого Он вознес вместе с Собой как представителей великого множества. Которая восстанет из могил при Его Втором пришествии. Понимаете? В это утро когда Он воскрес Иисус предстал сам перед Своим Отцом как начаток. Как первый плод. И чтобы ни у кого не возникло ложного впечатления что там не будет еще и других людей. И поэтому Иисус взял туда с собой группу мучеников которые умерли однажды за свою веру. Которые воскресли вместе с Ним. И Иисус этим сказал эта маленькая группка взята в знак того что в будущем будет много воскрешенных. Апостол Павел однажды высказался предельно четко и понятно о празднике Пятидесятницы и первых плодах. Откройте вместе со мной мы быстро прочтем то что здесь написано потому как время бежит очень быстро. В этом месте Павел говорит о духовных дарах. Помните что в тот момент когда Иисус вознесся на небо Он дал своей церкви дар Святого Духа. А Святой Дух в свою очередь дал церкви различные дары Духа Святого. Помните такое понятие как дары Святого Духа? Такие дары как дар пророчества, дар апостольства, дар исцеления, дар языков. Апостол Павел в этом месте говорит о том моменте времени когда все эти дары были даны церкви. В ваших урочниках есть заметки которые вы сможете прочитать по этому поводу. Здесь написано «каждому из нас дана благодать» греческое слово «харес» от этого слова произошло слово «харизмата» что в Новом Завете означает «дары». Каждому же из нас дана благодать по мере чего? По мере дара Христова. И так мы получили благодать от Бога. И как следствие мы получили дары от Бога. А что это за дар который дал нам Христос? Христос дал нам дар Святого Духа. Иисус говорит об этом же в Евангелии от Луки в 11 главе в 13 стихе. «Итак если вы будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него». Практически те же самые слова что и у апостола Павла. И так здесь говорится о даре Святого Духа в день Пятидесятницы. Давайте продолжим чтение. Это восьмой текст. И потому как Иисус дал этот дар, здесь дальше говорится. Не сказано что он взял, а он вывел. Посему и сказано «вошед на высоту» какое событие Павел здесь вспоминает? Вознесение Христа. Верно? «вошед на высоту пленил плен». А что это значит пленил плен? Кто был в плену могилы в то время? Да верно. Те кто воскресли со Христом они до этого находились в плену могилы и смерти. Но теперь Иисус освободил их от этого плена. И пленил плен. И так здесь сказано «вошед на высоту пленил плен». Заметьте как здесь говорится в этой версии перевода «он ввел плен в плен». Как герой на войне он пленил плен. И что он сделал после того как он пленил этот плен? Когда он представил сноп потрясения перед Богом Отцом, что же он сделал в день Пятидесятницы? Что он дал? Он дал дары человекам. Здесь говорится о дарах Святого Духа которые были даны церкви в день Пятидесятницы. И девятый текст мы читаем «а вошел», что означает как не то что он и нисходил прежде в преисподние места Земли. «Нисходил» имеется ввиду его смерть и то что его тело было в гробнице. «а вошел» что означает как не то что он и нисходил прежде в преисподние места Земли. Видите здесь говорится о его вознесении. Не произошло ли это тогда когда он дал дары человекам? И в продолжении 10 стихе здесь сказано «нишедший? Он же и есть вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И дальше здесь говорится о дарах Святого Духа. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И теперь говорится причина, зачем Он дал все эти дары церкви. К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И так давайте суммируем то что мы прочли в этом отрывке. Прежде всего находим ли мы здесь четкий намек на смерть и погребение Христа? Да, безусловно. Есть ли здесь в этом отрывке четкая ссылка на вознесение Христа? Да, есть. Выражение «когда Он вошел» здесь в этом отрывке используется дважды. Есть ли здесь ссылка о том что Он пленил плен в тот момент когда Он вознесся на небо? Безусловно есть. Есть ли здесь информация о том что Он дал дар и Он дал дары? Весь этот отрывок говорит о дне Пятьдесятницы. Здесь говорится о том моменте когда Иисус представил себя как сноб потрясения. А сейчас нам с вами необходимо понять это очень важно что фоном того что написано в 4 главе Ефесянам является Псалом 67. 67-й Псалом это очень интересный Псалом. В нем говорится о победе которую одержал Бог над своими врагами. И после этого Бог здесь представлен в процессии которая возвращается на гору Сион в Иерусалим. Он возвращается как победитель и его окружают приветствие его народа. Разумеется что это символически описывает победу Христа над дьяволом и над всеми его врагами и его процессию которая движется на небо в сторону небесного Сиона. Он победил как побеждает герой на войне. Давайте прочтем с вами второй стих 67-го Псалма. Апостол Павел цитирует этот Псалом в своем послании к Ефесянам. Когда Павел пишет он пленил плен и дал дары человекам Павел цитирует 67-й Псалом стих 19-й это цитата оттуда. И так во втором стихе этого Псалма сказано «Да восстанет Бог и расточатся враги его, и добегут от лица его ненавидящие его». Здесь говорится о победе которую совершил Господь в этом бою. А теперь послушайте то что говорится в четвертом стихе о том что он возвращается с поля боя на облаках. Он возвращается в святое место и его как победителя сопровождает процессия, когда он возвращается в Иерусалим. И так в четвертом стихе здесь сказано «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах. Имя Ему, заметьте какое имя здесь написано, имя Ему Ях, то есть Яхве или Егова, Господь и радуйтесь перед лицом его». Он возвращается с радостью и с ликованием. Знаете мне это напоминает 23-й Псалом. Помните на первой нашей встрече мы с вами исследовали тему о возвращении героя с войны и ангелы исполняли 23-й Псалом. Позвольте я сейчас прошу только стихи 9-й и 10-й из этого Псалма. «Поднимите врата вверхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Этот Псалом пели ангелы, когда Иисус приблизился к святому городу, и затем те ангелы которые ожидали Христа внутри этого города спрашивают «Кто сей царь славы?» и ответ приходит от тех ангелов которые сопровождают Иисуса. «Господь» видите то же самое имя здесь «Яхве» «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани» и так здесь представлен Иисус который был на поле боя. Он Господь сильный в брани. Эллен Уайт описывает это событие в книге «Желание веков» на странице 833-й. Она здесь пишет «Се небо готовилось приветствовать Спасителя в горних чертогах. Когда Он возносился, то проложил путь другим пленникам могилы. Путь другим пленникам могилы, которые воскресли и последовали за Ним. И небесное воинство с хвалебными возгласами и песнопениями сопровождало это радостное шествие» И так этот Псалом описывает вознесение победоносное вознесение после его победы над врагами. И по мере его приближения к святому городу небожители поют Псалом в его честь. Послушайте то что написано в 12-м стихе 67-го Псалма. «Господь даст слово, провозвестниц великое множество». Иначе говоря Бог повелел и множество народа провозглашают и приветствуют Его как царя. Интересно что некоторые используют этот текст для того что бы оправдать рукоположение женщин. Они полностью вырывают этот текст из его контекста. Один пастор к примеру говорит что этот 12-й стих говорит о том что женщины после воскресения Христа они вышли и провозглашали весть о воскресшем Христе. И поскольку они были первыми кто провозглашал эту весть то отсюда следует что они должны быть рукоположенными проповедниками. Но это просто колоссальное искажение смысла. Потому как этот текст не говорит о воскресении Христа. Здесь говорится об этой процессии которая сопровождала Его на небе 40 дней спустя после Его воскресения. Здесь абсолютно ничего не говорится о том дне когда Он воскрес. Здесь говорится о дне когда Он вознесся на небо. И там были возгласы и льгования. Но эти толкователи не понимают вообще о чем идет речь и учат тому что женщины якобы провозглашали во время воскресения Христа. Такие заявления совершенно не соответствуют контексту и тому что писал об этом событии апостол Павел. Послушайте то о чем написано в 67-ом Псалме и 18-ом. Это тот же самый стих который в своем послании цитирует апостол Павел. «Колесниц Божьих тьмы тысяч и тысяч». О ком здесь идет речь? Здесь говорится об ангелах друзья. И затем здесь говорится что Господь идет на гору Синай. В первоисточнике в контексте речь идет об Израиле. Среди их Господь на Синае. И где еще? В освятилище. И так куда Иисус вошел когда прибыл на небо? Он вошел в освятилище. Здесь речь вообще не ведется о воскресении. Здесь говорится о Его шествии после того как Он вознесся на небо. А теперь послушайте 25-ый стих этого псалма. Я прочту из версии перевода NIV. Здесь говорится об этом шествии. «Видели шествие Твое Божие, шествие Бога моего, царя моего». Где? Во святыне. То есть во святилище. Куда Он направляется после Его вознесения? Он направляется во святилище. В небесное святилище. И конечно же есть еще 36-ой текст этого 67-го псалма. Это очень важный текст. И здесь сказано «Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев. Он дает силу и крепость народу Своему». А что Бог сделал в день Пятидесятницы? Он что дал? Он дал силу и он дал крепость. Кому? Он дал силу и крепость своему народу. Итак, первый хлеб символизирует первые плоды, которые Иисус представил своему Отцу в день Пятидесятницы. Но там был еще один хлеб. А второй хлеб символизирует тех, которые приняли и проповедовали истину в день Пятидесятницы. Давайте прочтем вторую главу Деяния апостолов, стихи с 37-го до 39-го. «Петр проповедовал народу в этот день, и те, которые Его слушали, они умилили сердцем, и сказали Петру и прочим апостолам, что нам теперь делать, после того как мы услышали то о чем ты проповедовал? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». И Библия говорит нам в этой второй главе и в сорок первом стихе, что в тот день были обращены для Господа три тысячи человек. Это были плоды Евангелия. И они были крещены в этот день. В сорок первом стихе сказано. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И кстати в сорок седьмом стихе сказано что они присоединились к церкви. Второй хлеб символизирует церковь, первые плоды церкви, в то время как первый хлеб символизирует тех которые воскресли вместе со Христом. И в чем состоят хорошие новости по этому вопросу? А хорошие новости заключаются в том что первые плоды в день воскресения Христа и первые плоды в день Пятидесятницы были только слабой тенью той великой жатвы которая произойдет в конце времени. Давайте в заключении прочтем первое послание к Фессалоникийцам 4 главу стихи с 15 по 18. Там описано окончательное исполнение и описаны последние плоды. Весь народ Божий тогда будет собран вместе. Вы что думаете что Иисус потеряет ту предоплату которую Он уже совершил? Нет конечно. Воскресил людей Он этим самым показал что бы мы с вами были полностью уверены в том что остальные тоже будут искуплены ибо сие говорим вам словом Господнем что мы живущие оставшиеся до пришествия Господня не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы оставшиеся в живых вместе с ними восхищены будем на облаках встретение Господу на воздухе и так всегда с Господом будем. В этот момент произойдет окончательное исполнение этой истины о первых плодах. И весь народ Божий всех времен всех языков племен колен и народов все будут собраны вместе в Божьем Царстве. И кстати это событие символически представлено праздником Кущей. Праздник Кущей это радостный праздник когда весь народ Божий собирался вместе. Они вместе много пели. Они приносили пальмовые ветви. Это было время когда грех был удален от общества. И было много радости. Люди испытывали мир и радость в Божьем присутствии. Ожидаем ли мы с нетерпением этого дня? Я с нетерпением ожидаю когда это все исполнится. Все эти церемонии показывают нам что это не просто принятие желаемого за действительное. Потому как то что Иисус уже сделал является показателем того что Он сделает вскоре. Тема Тайны Пятидесятницы. Главный продюсер этой программы наш Господь Спаситель Иисус Христос. Перевод этих лекций был сделан для вас группой Total Ланс Лоук. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok